Всем привет, ребят, с вами Какся Дредд, и сегодня напульсник и часы на газоразрядках из метро Исход. Погнали! Начнем, я думаю, сначала с напульсника. Для напульсника понадобится компас с Адрианова, именно такой используется в игре, сервомашинка для индикатора счетчика Гейгера и вот такая вот набедренная страйкбольная платформа, которую я потом переделаю. Корпус счетчика Гейгера я разработал, как всегда, в Тинкеркаде и напечатал на 3D принтере. Печатал две детали, так как первая была с косичками, ну а вторая вышла на славу. Крышку на корпус не стал печатать, а просто вырезал ее из ПВХ-пластика и закрепил ее на болты М3. Для движения стрелки на индикаторе буду использовать вот такой вот 9-граммовый серво. Другой у меня не было, а ждать из Китая как-то было лень. Серво придется немного утопить в корпус и для этого сделал прямоугольное отверстие в этом самом корпусе. Подогнав все детали, теперь можно заняться постобработкой. Детали можно сначала зашкурить, а потом пройтись ацетоном или растворителем, чтобы убрать все видимые ступеньки, которые остаются при печати. Для крепления корпуса к напульснику сделал пару скоб из алюминиевой проволоки, через которую буду пропускать ремень. Для надежной фиксации серво приклеил по бокам еще пару кусочков ПВХ-пластика. Вклеил заглушку из ПВХ в корпус, в ней сделаю потом отверстие под установку выключателя. Декоративные шурупы вклеил в уже готовые отверстия в корпусе на цианокрилат. Пока подсыхает клей, займемся напульсником. Как я уже говорил, буду делать его из набедренной платформы. Сразу обрезал все лямки с фастексами, так как их надо будет прикрепить на другие места. Вот примерно так. Лямки будут крепиться на термоклей, он отлично клеит ткань, так что прошивать не придется. Кстати, метро исход уже все прошли? Какая часть вам больше понравилась? И что насчет поиграть в новый амбициозный РПГ проект, который изменит все? Играть в Raid это самый захватывающий опыт, который можно получить на смартфоне. И он сравним только с крупнейшими играми для ПК и приставок. Игра абсолютно бесплатная, кстати. В ней есть все фичи, которые вы ожидаете от совершенно новой РПГ. Потрясающая сюжетная история, классная 3D графика, эпические сражения с боссами, битвы с реальными игроками и сотни чемпионов для коллекции и улучшений. Но, честно, я никогда не ожидал получить такой уровень графики именно от мобильной игры. Посмотрите, какой безумный уровень детализации у этих чемпионов. Огромный выбор персонажей и разновидности оружия не оставит крафтеров равнодушными. Игра набирает обороты по всему миру невероятно быстро. Так что сейчас самое время начать. А совсем скоро состоится специальный турнир с безумными призами. Качайте рейд только по моей ссылке в описании под этим роликом, и вы получите 50 тысяч серебряных монет сразу же, а также эпического чемпиона. Корпус счетчика буду крепить на напульсник вот такой вот лямкой. Единственное, для того, чтобы его было удобно снимать, на лямку и на напульсник приклею пару полосок велкры. Это обычная липучка. Ну а для того, чтобы правильно расположить велкру, пришлось застегнуть напульсник на сотую трубу. Это будет типа имитации руки. Установил серву и из ПВХ пластика сделал плашку для шкалы индикатора. Шкалу же напечатал на обычной бумаге и просто наклеил поверх плашки. Не стал играться с китайскими сервами и сразу проверил на работоспособность, ибо уже было такое, что они приходили неисправными. Проверить можно будет обычным сервотестером за 3 бакса. Кстати, все ссылки на комплектующие, которые буду использовать в этих проектах, будут в описании под этим видео. Для дальнейшей сборки нужно будет загрунтовать корпус и покрасить его коричневой краской. Как только основной слой краски подсох, то можно подкрасить имитацию диммера и трубки. Для застаривания буду использовать смывку фирмы АК Интерактив, это что-то типа сильно разведенной масляной краски. Остекление на индикатор сделал из тонкого прозрачного пластика и приклеил на эпоксидку. Устанавливаем серву со шкалой на место и затем прикрываем все это дело корпусом индикатора. Еще раз тестим, и если все гуд, то можно собирать дальше. С обратной стороны вклеил кнопку подачи питания. Также не забыл и про декоративный проводок, идущий от трубки-счетчика. На корпусе есть лампа, но похожей я не нашел, и поэтому из куска акрила выточил свою и окрасил ее оранжевым лаком. Ну а из медной проволоки сделал витки по типу резьбы. Также решил установить подсветку в индикатор, использовав для этого обычный желтый светодиод. И такой же светодиод воткнул в наружную лампу индикации включенного счетчика. Таким вот аккумом на 3,7 вольта буду питать всю систему. Сразу припаял к нему модуль зарядки, модуль защиты, так что он не даст полностью разрядиться аккумулятором. Сердцем всего счетчика будет Arduino Leonardo, это то же самое почти что и Pro Micro, только сразу на борту есть USB для прошивки. Ну а звук будет выдавать DF-плеер, который как и серво будет подключен к Ардуине. В DF-плеер нужно будет единственное вставить microSD карту и залить на нее звук счетчика. Плеер сразу припаял к Ардуине, чтобы сэкономить место, так как еще каким-то образом нужно будет воткнуть в этот корпус еще пару динамиков. Сами динамики будут паяться уже контактом плеера, ну а плеер будет подключен к Ардуине своими контактами RX и TX. Короче нужно будет делать все вот по этой схеме, она достаточно подробная и думаю не возникнет никаких вопросов. Итак, самое интересное и главное в этом видосе, это часы на газоразрядных лампах. Немного воды. Эти часы я начал продумывать и разрабатывать еще в ноябре 2018 года. Но так как познания в электронике у меня скудные, я начал изучать все с нуля. Все эти изучения продлились целых 4 месяца, пока мне не написал мой друг Саня и не предложил помощь в разработке. Я настолько отчаялся, что не стал ему отказывать, ну и у нас началась уже серьезная работа над этим проектом. По сути больший вклад в эти часы внес именно Саня. Я не буду рассказывать как это все разрабатывалось, ибо этому будет посвящена целая статья на сайте у Саши. И да, кстати у Сани есть свой канал на ютубе, и он будет делать прям очень подробные видосы по постройке данных часов и еще двух их модификаций. Так что я оставлю ссылку на его канал в описании, подписывайтесь, он реально классный парень и заслуживает большего количества подписчиков, чем у него сейчас есть. Короче, начнем с платы. Первым делом мы нарисовали плату и развели все комплектующие, вот по этой схеме. Все это делалось в бесплатном онлайн комплексе Изи ИДА. Кстати, в часах будет две платы. Одна будет с советскими газоразрядными индикаторами и N17, так как это самые маленькие индикаторы из всех. Также на плате будет располагаться советский высоковольтный дешифратор К155 и Д1, оптопары и преобразователь напряжения до 180 вольт, так как газоразрядные индикаторы работают от 180 вольт. Ну а на второй плате будет располагаться микроконтроллер от Mega 328, который будет всем управлять, часы реального времени DS-3231, которые при выключении часов не дадут сбиться времени, ну и система питания всех часов. Печать рисунка платы производится на глянцевой бумаге из журнала, так как тонкий слой глянца хорошо скрепляет слой тонера лазерного принтера. Лазерный принтер применяется, так как его тонер при нагревании размягчается и становится липким, ну и прилипает к медной фольге на текстолите. И да, обе платы будут двухсторонними, как мы не пытались, но пока меньше платы и меньше их количество у нас не получилось, но мы над этим работаем. Да, кстати, забыл сказать, что это будет всего лишь первый прототип часов и будет еще один ролик на моем канале про эти часы с уже законченным дизайном корпуса и на 100% отлаженной прошивкой. Ну, я надеюсь, что мы все это уместим на одной плате, чтобы выиграть в высоте корпуса часов. Ну а подробные ролики для тех, кто захочет сам собрать такие часы, можно будет глянуть в ближайшее время на канале у Саши, так что имейте это в виду. После того, как все впекли в плату, окунаем текстолит в воду, чтобы размягчилась бумага и ее остатки надо будет снять кистью. Вот такая вот красота получается, осталось протравить плату, это будем делать в хлорном железе. Перед тем, как обрезать лишний текстолит, лудим каждую сторону платы, для лужения используем флюс LTE-120 и припой POS-61. В качестве доноров деталей будем использовать Arduino Nano и плату преобразователя напряжения. Можно было бы купить все компоненты отдельно, но дешевле оказалось их демонтировать с уже готовых китайских модулей. Итак, самое ответственное, это припайка всех демонтированных деталей на уже нашу плату. Некоторые детали припаивались паяльником, ну а некоторые при помощи фена. Тут кому как удобней. Часы будем питать от литий-ионного аккумулятора на 3,7 вольт 240 миллиампер. В плату у нас уже встроена схема зарядки и защита аккумулятора. Также, как я говорил ранее, в схеме есть повышающий преобразователь с 3,7 вольт на 5 вольт для питания всех микросхем. И преобразователь с 5 вольт до 180 для питания ламп. На плате также предусмотрели отверстия для кнопок управления и настройки часов. Кстати, заметили фичу? При смене времени перебираются все цифры. Это нужно для предотвращения отравления электродов. Смотрится круто и также очень полезная штука. Итак, что касается корпуса. Для этого прототипа мы разработали самый простой корпус с минимальной детализацией. Но в следующем видосе про эти часы и корпус, и все кнопки, и даже тот самый синий светодиод будут полностью аутентичны оригинальным часам из метро. Единственное, для этого видоса сделали фальш-панели из текстолита со всякими аутентичными радиодеталями. Ну, так, чтобы красивенько было хотя бы на этом этапе. Ну что ж, вы очень просили часы из метро Исход, и хотя они не закончены на 100%, мы решили сделать видос и порадовать вас. Мы не сидим на месте, и если интересна вся эта тема с дальнейшей разработкой часов, то не забудьте поставить ваш лайк и подписаться на канал. Это будет самой лучшей мотивацией для нас. Ну, а на этом все. С вами был, как всегда, Дредд. Всем пока-пока.